В этом видео подкасте я хочу еще рассказать вам об одной важной мелочи, которая необходима на тренировках. Это часы. У спортсменов должны быть обязательно часы. Причем они должны быть такие спортивные. На них желательно, чтобы была секундная стрелка, чтобы была секундомер, секундомер, но просто бывает иногда самосекундомер или самстрелка, а есть еще дополнительный самосекундомер, который можно выставить. То есть, прям на минуту поставить, на две, на три. Если на них есть еще таймер, это вообще просто великолепно. Очень хорошо, когда будильник на часах есть. Ну, то есть, такие многофункциональные часы, да, вообще хорошая вещь. Вообще великолепно, когда самциферблат подсвечивается. Будь то электронные часы или со стрелками часы. Если это стрелки, то они типа фосфорисцирующие, да, которые на свету зарядились, и потом вечером прекрасно видно стрелки. То есть, вот много есть, да, параметров, которые были бы хороши. Я вам, в принципе, уже все перечислил. Теперь для чего они нужны? Ну, про стрелки и про подсветку все понятно. Сказал, да, вечером занимайтесь или утром рано, особенно это когда весна, зима, осень, когда темнеет рано, светает поздно. Вам это очень сильно поможет. Для чего будильник? Будильник не для того, чтобы будить вас, когда вы на тренировке засыпать начнете. Совсем не для этого. Будильник это некая форма таймера, да. То есть, вы занимаетесь, предположим, у вас есть на тренировку полтора часа. А потом надо куда-то ехать. Вы поставили эти полтора часа, там, знаете, что это будет через, что это будет в два часа тридцать минут. Вы просто выставили время это, у вас будильник прозвенел, вы заранее поставили, да, он вас где-то предупредил минут за десять, и вы спокойно вернулись домой. Может, у вас упражнение какое-то, там, долгосрочное, например, бег, да, которые вы тоже запланировали себе, но не сколько-то по времени бежать, а до какого-то времени вы будете бегать. Мало ли, когда вы там начали, там, да, вы знаете, что у вас просто тренировка должна быть в определенное время закончена. Тоже, вы, значит, выставили будильник, он вас вовремя разбудил, что называется, да, напомнил, все замечательно. Таймер. Для чего нужен таймер? Таймер – это, значит, инструмент, который выставляется на определенное количество времени. На минуту, на две, на три, хоть на несколько секунд. Он нужен, он больше для тех, кто занимается кроссфитом или занимается тренировками с интервальным типом, да, то есть, когда у вас сколько-то времени на отдых, сколько-то времени на нагрузку. Сделали подход, минута отдыха, потом опять подход. Либо же у вас, вы бежите, бежите, через каждую одну минуту у вас взрыв должен быть, да, то есть, там, ускорение 100 метров. Вот. Вот таким вот образом, да, для этого нужен таймер, чтобы создать необходимую интенсивность вашего тренинга и контролировать ее. Вот. Значит, стрелки или цифры. На самом деле, очень хорошо, когда есть и то, и то. Потому что вот таймеры лучше всего смотреть на цифрах. То есть, когда у вас электронное табло, и вы на цифрах смотрите, значит, время таймера и секундомера. Стрелки хороши, когда вы ориентируетесь просто, сколько времени сейчас. Ну, на самом деле, это дело привычки. Очень хорошо, когда несколько циферблатов. То есть, вот, со стрелками циферблат есть и в нем есть прямо, значит, окошко, где, там, цифровое, там, табло. Это вообще великолепно. Вот. Опять же, какие еще параметры для спортивных часов были бы хороши? Они желательно должны быть водонепроницаемые или хотя бы влагоустойчивые. То есть, чтобы, когда ваши руки потеют, когда вы зимой, там, катаясь, ну, на лыжах, упали в снег, и у вас там снег под рукавом растаял, и часы все в снегу, чтобы для них это не было проблемой, чтобы они не запотели там вот изнутри, чтобы не было выпата на стекле, чтобы туда вообще вода не попадала, чтобы они прослужили долго. Вот такая функция была бы очень хороша для них. Они должны быть обязательно, значит, ударопрочные, и не бояться каких-то встрясок, колебаний. Вот. Ну, понятно, то есть, опять же, те же падения, особенно, если вы занимаетесь экстремальными видами спорта какими-то, работаете в бой с тенью, работаете даже на снарядах, да, то есть, они, все должны выдерживать, ничего с ними не должно случиться. Они должны быть достаточно легкие. Это, в принципе, немало важно. Вы это поймете, если поработаете 12 раундов в бой с тенью, например, или работа у нас на снарядах. Если часы тяжелые, они от инерционности, в смысле, будут вам постоянно давить на кисти. Будут и натрут кожу. Если еще особенно болтаться будут. И вот здесь еще важный параметр. Они должны очень жестко, плотно фиксироваться на руке, и при этом они не должны руку давить. То есть, ремешок у них должен быть такой, чтобы он обеспечивал надежную фиксацию. Его можно было подтянуть очень быстро, там, одной рукой, да, и в то же время, чтобы это не давило. Он не должен намокать и набрекать. Поэтому он не должен быть, там, типа, кожаный, да. А предыдущий, значит, пункт, что он должен, там, легко подтягиваться над рукой, исключает то, что он должен быть металлический, да. То есть, металлический категорический браслет не подходит. Вот. И кожаный, получается, тоже не подходит, да. Ну, сейчас вернемся к тому, что вообще подходит идеально. Вот такой параметр еще, да. Ну, что еще? Самое-то главное я, в общем-то, перечислил. И еще важный момент. Очень важный, очень-очень важный. Это они должны работать немеренно долго. То есть, они должны быть точными, да. Вы должны про них просто забывать, что вас как будто нет. И только пользоваться тогда, когда вот они здесь. Когда вам надо именно время посмотреть, либо ими конкретно воспользоваться. Вот только вспоминайте тогда про них. А так вы вообще про них забываете. И еще, для меня важный параметр. Не знаю, как для вас, а для меня это нормальный параметр. Они должны дешевые быть. Ну, мало ли что случись. В конце концов, я могу их просто забыть и потерять. И это не должно быть для меня совершенно никакой проблемы. Я взял, тут же пошел в магазин и точно такие же себе купил. Вот. Сейчас объясню. То есть, думаете, что я такой супермиллионер, да, который там все часы по тысяче долларов покупает. У них же столько функций, я столько перечислил всего. Наверное, это очень дорогие часы должны быть. А он их так, нет. На самом деле, они должны быть именно дешевые. И при этом в себе сочетать это все. Я долго на самом деле такие часы себе подыскивал. Много перепробовал, очень много моделей. Были мне часы и дорогие, и дешевые, и всякие. Но остановился я на одних. А налетел я на них совершенно случайно. Я приехал в свое время в магазин охоты подводной. Покупали снаряжение, и мы для сына тогда. Вот. И там продавались эти часы. Они позиционировались как часы для подводного плавания. И для охоты подводной. Которые выдерживают столб водяной до 50 метров. Да, можно погружаться в них. И я был просто поражен. А лежали они среди компьютеров подводных для дайверов. Компьютеры подводные стоят нормальных денег, хороших стоят. Это не очень дешевая вещь. И вот эти часы лежали там. Я думал, тоже должны стоить дорого. Я был просто поражен, когда я увидел часы, которые стоят, угадайте сколько, 800 рублей. Вот я купил их два года назад, и у меня эти часы до сих пор. Что ж это за часы? На самом деле, это не есть эксклюзив какой-то. Это на самом деле китайские часы. Я не знаю даже, чьи они. Но это очень хорошая марка. Я потом в интернете про них очень много прочитал. Вот посмотрите, как они выглядят. Здесь есть все, о чем я вам рассказал. Здесь есть и стрелки, и цифровое табло, и несколько таймеров, и дни недели. И сам стрелки подсвечиваются. И есть подсветка цифрового табло. Часы очень легкие. Ремешок у них пластиковый. Он очень анатомический. То есть он уже сам по себе закругленный. Они элементарно застегиваются над одной рукой. Очень просто. Здесь специальная система застежки есть. Они легко подтягиваются. То есть я застегнул, мне надо подтянуть их. Я раз на другую дырочку. И тут же это все на бегу можно делать. Они надежно фиксируются на руке. Что это за марка часов? Я говорю, что я в интернете посмотрел потом, я нашел. Они очень, оказывается, распространены. И спортсмены всего мира уже часы эти сейчас используют. Называется эта фирма Pass New. Или Pass New. Так вот можно произнести это. Если уж английский язык совсем вы любите. А так на самом деле пишется P-A-S-N-E-W. Pass New. Pass New. Так что купите себе песню. Песню. Pass New. И эти часы очень, конечно, они помогут вам. Я чего в них только не делал. Я и охотой подводной занимался в этих часах. Я плавал под водой. Я погружался. Я занимался в этих часах дайвингом. То есть я их вообще тестировал вообще по-всякому. Они совершенно не боятся уронить их на асфальт. Они выдержат. Они специально сделаны таким образом, чтобы это все выдержали. Они не запотевают под водой. У них антибликовые покрытия есть. Такое, чтобы под водой они не бликовали. То есть освета не было. И вы видели все время табло. Вот. Они, как я сказал, уже дешевые очень. Их можно после тренировки помыть просто, чтобы смыть с них пот. В песок. Я ронял их, падал руками в песок. Они все заляпаны были. Тоже в воде помыли. Все. Там, ну, с бутылки полили водой. Все вымыли. Все нормально. Вот. Единственное, что у меня произошло с ними, это вот где-то, где-то, что-то я делаю, я немножко поцарапал стекло. Чуть-чуть. Этого почти незаметно. Но меня это совсем не напрягает. У них функция одна. Это помощь на тренировке. Да. Важный момент. Возможно, кто-то скажет. Все те функции, что я перечислил, такие как таймер, всякие напоминалки и все такое прочее, это может быть и смартфон, коммуникатор. В нем все это можно до тренировки выставить, записать туда тренировочную программу, программу типа Рунтастика и всяких там персональных тренеров. Это все сейчас есть. Это наушники в уши. И вам ваш персональный тренер, вот электронный, проведет все это дело. Он вам и время напомнит, и интервалы какие там делать напомнит, когда вы должны сделать отдых, когда там ускорится, сколько вы там пробежали километров, сколько потратили килокалорий, все это дело есть. Но есть важный момент. Не всегда у вас под рукой может оказаться коммуникатор. И вот верите, нет, не всегда вы и захотите его с собой взять для того, чтобы контролировать вашу тренировку. Вот, например, я иду заниматься кроссфитом на петлях ТРХ или на перекладине, на брусьях. И я не хочу брать с собой коммуникатор, чтобы он у меня постоянно был на мне, чтобы меня контролировало у меня все это дело. Хотя я могу на сумочке повесить его и все, но иногда мне этого не хочется. Иногда мне хочется, чтобы на мне ничего не было. Я с голым торсом плавкого занимаюсь, и мне коммуникатор пристроить особо некуда. На лавке класть его, чтобы он оттуда мне напоминал. Так я перемещаюсь, я могу пойти туда-сюда, могу не услышать его. В конце концов, он может просто сесть. Или вы его можете просто не взять, я еще раз говорю. И тогда вам помогают вот именно такие часы. Если вы настраиваете коммуникатор, например, занимаетесь бегом, лыжами, там очень хорошо все это делать, когда персональную программу вы выстраиваете, то вы часы не программируете. Хотя, когда бежите, вам неудобно будет, например, если у вас не на руке коммуникатор, как я показывал, специально девайс есть сумочка такая, ну чехол, а в сумке, на бедре, либо в рюкзаке, вы на велосипеде едете, надо вынимать, посмотреть время, что-то еще, 5-10. Здесь же все просто. Вы, как обычно, поднесли руку сюда, и все это дело видите. Так что вот, я рекомендую вам такие часы. Еще раз напоминаю, называются они PESNU. Очень они распространены, продаются они, в принципе, практически сейчас уже везде. Через интернет-то по-любому можно заказать. Еще очень хорошо то, что система навигации для всех моделей этих часов, она одинаковая совершенно. Это четыре кнопки, сам головка, ну для перевода времени, этими кнопками четырьмя все программируется. Причем у всех моделей одинаково совершенно. Поэтому, когда я был в Арабских Эмиратах не так давно, ну как, зимой, да, этой зимой, в январе, по-моему, 2014 года, да, вот, то я купил такие часы всем. И дочери, и сыну, и жене. А у меня уже такие часы были. Вот. И они просто великолепные. И вот написано где-то на них. Вот не помню где только на них написано, что одной батарейки хватает на сколько-то лет. Не на пару ли лет случайно, но я так понимаю, что это скорее всего, если не пользоваться подсветкой. Вот написано, что до 50 метров можно погружаться. Я не думаю, что они прослужат там пару лет. Это батарейка, но ее недолго заменить на самом деле. Батарейка простая здесь, не какая-то сверхъестественная. Вот. Но то, что они прослужат, то, что они могут прослужить долго, я даже нисколько не сомневаюсь. Почему? Потому что мне так кажется. Учитывая то, что я с ними делал и как они работают до сих пор, я в восторге. Поэтому не все китайское и плохое, да. И скорее всего, со временем оно все будет лучше, лучше и лучше. При том, при всем, что цена на эти вещи достаточно дешевая. Вот. Вы можете попробовать приобрести такие часы также в магазинах. Вот я сказал, как для подводной охоты, охотников, рыболов. Вот. Там это дело появляется тоже частенько. Вот. Через интернет, как я уже сказал, вы купите точно. За границей будете. Если в Таиланде, в Эмиратах, в... Не знаю, продаются ли в Турции, наверняка есть тоже. То есть, такие вещи, они там очень быстро и широко распространяются. Потому что это, в принципе, ширпотреб. Ну, ширпотреб тот, который я могу для себя сказать профессиональный. Я вам уже говорил, как я считаю, что такое профессиональный. Это когда... Вещь отвечает тем функциям, которые мне от нее нужны. И они на уровне. Так что вот. Если вы не будете приобретать такие часы, а захотите какие-то другие. Потому что в спортивных магазинах тоже продаются часы для спорта. У которых тоже масса функций. Вы просто быстренько пробегитесь по списку тех параметров, которые я вам озвучил в самом начале данного видео. То есть, тот перечень характеристик, на которые стоит обратить внимание. Если часы, которые вы хотите приобрести в спортивном магазине, соответствуют этим характеристикам, они присутствуют там, то берите. Почему бы и нет? Может, вам просто захочется, чтобы это были брендовые часы, более красивые. Хотя я хочу сказать, вот эти PASNU, их столько моделей есть очень прямые такие симпотненькие. Вот если не смущает вас то, что они китайские, да, и шерпотребные, то чисто визуально они очень симпатичные. Всякие есть. На любой вкус. И строгие, и веселые, и спортивные, и брутальные, и даже, ну, гламурные. Я видал такие, типа даже со стразиками для женщин. Так что вот. Рекомендую. А вам удачи. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok